Спасибо большое, Анна Марковна, и за представление, и за приглашение. Я, конечно, очень рада принять участие в Азаре-фесте. И довольна, что меня попросили поговорить именно о книгах об архитектуре, условно говоря, о главных книгах об архитектуре, появившихся в 20 веке. Потому что печатное слово всегда играло большую роль в развитии архитектуры. Если бы не было книг Витрувия, архитектура Ренессанса была бы совершенно другой, потому что реальная архитектура античности тогда была довольно малоизвестна. Книги Палладио создали архитектуру неоклассицизма европейского в гораздо большей степени, чем его реальные постройки. Но 20 век уже стал становиться веком информации. Он как бы к концу своему окончательно вошел в информационную эпоху. Но реально в 20 веке, особенно в настоящем 20 веке, который начался после Первой мировой войны, это очень острое сражение между разными течениями в архитектуре. Очень все-таки быстрое по сравнению с предыдущими периодами истории развития и смены архитектурных направлений использовало очень активно дополнительные медиа, в какой-то степени и кино. Но, конечно, в первую очередь это печатное слово. Это журналы как такое более оперативное средство информации и продвижения архитектурной политики. Но, конечно, и книги, которые позволяли своим авторам в большей полноте формулировать свои представления и предпочтения. Так, вот отсюда я начинаю. Но на самом деле в своем вчерашнем выступлении, если вы были на прекрасном концерте Елены Ревич и Евгении Аса, Евгений Викторович уже очень много упомянул из таких опорных точек вот этой литературы об архитектуре в XX веке. И понятно, что, наверное, надо было бы начать рассказ с лоса, с орнамент как преступления, но все-таки это не книга, это эссе. Но мы с самого начала имеем в виду, что вот эти слова уже сказаны, что отвержение украшенной архитектуры, как архитектуры историзма или эклектики, так и архитектуры арнуво, которая очень активно работала с орнаментом и с разными способами декорирования архитектуры, оно уже началось. Вот к тому моменту, когда появился первый объект моего поискования, программная книга Ле Корбезье к архитектуре, 1923 год. Корбезье в этот момент, ну, сравнительно молод, конечно, 37 лет, не то чтобы совсем юн, но он еще почти ничего не построил из того, что его прославило. Да, еще нет виллы Совой, еще нет проекта, даже проекта Лиги наций. Есть маленькие, только начинают строить маленькие односемейные дома. И Ле Корбезье, он стал совсем недавно. Вот он принял этот псевдоним и вошел в эту роль, потому что, когда он взял себе новое имя, это был как знак такого новорождения, принятия новой персоны. И сделал он это именно как человек книги, ну, или как издатель журнала. И книга к архитектуре, когда она появилась, ее стали очень широко обсуждать. Она привлекла огромное внимание, совершенно несоразмерное с весом Корбезье, как архитекторы тогда. Потому что до того он уже несколько лет будоражил архитекторов всего мира своим журналом. Ну, и не только архитекторов. Журнал «Исприн-Уво» был посвящен разным аспектам современной культуры. Но и в первую очередь тому, что обозначено в его заглавии, вот этому новому духу. Новому – это тому, который распространяется и должен победить по окончании мировой войны. Предполагается, что мировая война подвела точку в развитии старой цивилизации. Она показала, что продолжать прежнее невозможно, потому что этот мир самоуничтожается. Ну, как потом выяснилось, еще много чего должно произойти. Но тем не менее. Вот вы видите компанию, которая начала издавать вот этот журнал «Исприн-Уво». и Корбезье сделал себе вот такой пропуск, который позволял ему посещать разные мероприятия. И вы видите, что он там обозначен как редактор и корреспондент. Да, редактор. И вот видите, он зачеркнул, он писал «директор» из «Исприн-Уво». И он там еще значится как Шарль Эдуард Жанере. То есть вот эта трансформация его связана именно с печатной деятельностью. И сама по себе эта книга, она не содержит... Ну, то есть она содержит некоторые рецепты, конечно. Но она, во-первых, она состоит, на самом деле, составлена из эссе, которые были опубликованы уже в этом журнале, сшита в некоторое более или менее логичное целое, хотя не до конца. То есть это в каком-то смысле сборник или альманах его собственных работ. Но именно за счет достижения такого массива становится окончательно ясно, что же он хочет сказать. И очень интересен иллюстративный ряд этой книги, который состоит либо из рисунков архитектурных сооружений прошлого, либо из фотографий разного рода технических сооружений, которые предъявляются как образец, к которому должны стремиться архитекторы. Образец мышления. Вот одним из самых совершенных таких сооружений уже, не просто там каких-то машин, но именно уже конструкций современности, он считал мосты, и вот в частности мост Жанна Эйфеля. И первая декларация, которая содержится в книге к архитектуре, обозначена как эстетика инженера и архитектора. Тут такая дилемма, что эстетика инженера сейчас достигла высот, а другая, то есть эстетика архитектора, находится в печальном состоянии деградации. То есть он фиксирует тот факт, что эта новая архитектура еще не родилась ни у него, ни у кого другого, что ей еще только предстоит родиться, и путь показывает эстетика инженера. Но при этом он их не отождествляет, это все-таки разные эстетики. И дальше он начинает разбирать по элементам, какие фундаментальные свойства архитектуры присущие и инженерии тоже. И, соответственно, глядя на работу инженеров, архитектор может понять, каким образом ему действовать. Значит, масса, она же объем. И дальше он делает, на самом деле, субъективные заявления. У Корбезе всегда есть некоторый элемент этого жульничества, подмены. Он утверждает, что простые геометрические объемы приятны глазу. Это аксиома как бы, подается как аксиома, не обсуждается. Мы воспринимаем математику через светотень. Инженеры умеют этого достигать, архитекторы нет. Поверхность. Вот он дает картинку поля чудес в Пизе, Баптистерии, Собор и Компанила. Поверхность. То есть объем тут прост, простые геометрические объемы, которые приятны глазу, но со сложно разработанной поверхностью. Объем обернут в поверхность, расчлененный в соответствии с направляющими линиями массы. Это придает массе индивидуальность. Что тут главное? В соответствии с направляющими линиями. То есть поверхности придается некий ритм. Если он соответствует логике самого этого объема, значит это имеет право на существование и подкрепляет архитектурный образ. План. Очень, между прочим, тоже странный ход для архитектора вот эта последовательность. Потому что у нас как план, потом объем, потом поверхность. Тут план следует дальше. Объем и поверхность определены планом. Задача завтрашнего дня вернуть плану его значение. Опять же мы помним, чем он спорит. Он спорит с архитектурой историзма, где современные функции и очень часто современные конструкции с использованием металла, с использованием уже иногда даже железобетона никак не проявляются во внешнем декоре, который продолжает воспроизводить исторические формы, превратившиеся в орнамент. А тут план должен выражаться в объеме. И он это демонстрирует на примере нескольких сооружений или даже таких ансамблей. Одно из центральных для него вообще явлений в истории архитектуры это афинский акрополь. Нимон возвращается снова и снова и к афинскому акрополю и к Парфенону самому по себе как гибкий, несимметричный и при этом абсолютно ясный и логичный план. И на примере Святой Софии он показывает, как план превращается в объем. А тут на самом деле довольно странный пример, потому что, как известно, снаружи, когда вы видите Святую Софию, вы никак не можете предположить, что там внутри, но кроме того факта, что там есть очень большой купол. Естественно, пирамида как элементарная геометрическая форма. Ну и дальше, если у вас есть арка, то вы логически развиваете арку, как это делали древние римляне. И при этом еще параллельно, конечно, идет мысль о том, что да, вот есть какие-то вневременные законы, но в то же время каждой цивилизации свойственны какие-то свои средства выражения. И он говорит, что наше время все-таки оно настолько уже отличается от предшествующих эпох, что нам нужен вот этот новый дух. И мы просто еще не видим, каким образом архитектура нашего времени должна этот новый дух выразить. И переходит к гневу, к обличению своих современников и конкурентов. Глаза, которые не видят. Наша эпоха создает наш стиль прямо у нас на глазах, просто глаза не видят. И он показывает такой калаш из памятников прошлого. Мы видим Нотр-Дам в Париже. Так, в центре я не вижу, что. Триумфальную арку тоже в Париже. И амфитеатр античный или Лувр. И за ним вдруг, за всем этим, выплывает гигантский корабль, гигантский пассажирский лайнер, который для Ле Корбезье является гораздо более подходящим прототипом современного архитектурного сооружения, чем любой памятник древности. И вот тут, параллельно с этими картинками, он предъявляет свою, ну, собственно, вот главную, наверное, вот во всем этом тексте пропозицию. Дом-машина, в котором живут. Да, вот то, что у нас обычно переводится, дом-машина для жилья, не очень понятно. Машина, в которой живут. Да, ну, собственно, вот корабль, да, это машина, в которой можно жить. Дом должен быть устроен аналогичным образом. Самое главное, что там должно быть. Ванная, он начинает... Вот вы понимаете, что в этот момент, на самом деле, ванная совершенно необязательная принадлежность квартиры. Да, еще на начало 20 века очень много даже хороших квартир, предназначенных для обеспеченных людей. ванной комнаты не имели, да, ходили в ванные заведения или в бане, там, да. А тут ванная. А солнце, вдруг солнце в квартире, тоже совершенно не очевидно. Холодная вода, горячая вода, регулируемое отопление. Да, то есть он формулирует другое понятие комфорта, которое для нас сейчас абсолютно понятно, но которое в этот момент, как ни странно, да, было еще совершенно не очевидным. И вдруг приготовление пищи тут появляется тоже. Почему? Вдруг возникает идея о том, что люди готовят пищу себе сами, не держат дома прислугу, или, во всяком случае, большое количество прислуги. Да, потому что одна из важных социальных перемен, которые произошли в результате Первой мировой войны, ну, и там разных других процессов, но в первую очередь войны, то, что перестало быть доступно дешевая прислуга. Да, потому что если в XIX веке даже совсем не очень обеспеченные семьи все равно могли себе позволить и служанку, и кухарку, и еще какого-нибудь мужчину для тяжелых работ, может быть, не на полную занятость, но все равно кто-то приносил топливо, уносил мусор и так далее. А тут оказывается, что большую часть домашней работы люди делают сами, ну, может быть, есть одна какая-нибудь уборщица или горничная, но тем не менее. Еще квартира должна быть устроена так, чтобы люди могли сами себе готовить еду. и вот это и есть главное, гораздо важнее, чем декор. А красота при этом, красота, она не отменяется, но она обязательно должна быть, но заключается в хороших пропорциях. Ну и дальше он поясняет, что те же принципы главенства комфорта над какими-то представлениями о внешности, они распространяются и на предметы обихода. Да, вот кресла – это машина, значит, с помощью которой сидят и так далее. И вот совсем такой забавный момент, когда он вдруг начинает показывать уже не корабли, а самолеты. Но понятно, что самолет – тоже новая, модная, увлекательная вещь, но которая с архитектурой совсем сложно связывается. А смысл в чем? Что объем салона самолета настолько мал, что там действительно нет ничего лишнего. Туда нельзя взять ничего лишнего, но оказывается, что необходимое все-таки можно. И Корбюзье предлагает своим читателям, а это все-таки представители сегодняшнего, языком говоря, среднего класса, понять, без чего они могут обойтись, и, может быть, им будет лучше, если они отбросят все лишнее. И вот устраивать свою квартиру, имея в виду, значит, салон самолета, куда вы не потащите всякое лишнее барахло. И вот такое описание квартиры. Вдруг самой большой комнатой в квартире должна быть ванная. Опять. Желательно со стеклянной стеной и выходом на террасу. Рядом должна быть гардеробная. Никогда не переодевайтесь в спальне. Вот это потрясающе. То есть идет вот этот модернизм наступающий. Он желает вести человека за руку или командовать им, объясняя ему, что ему делать, в том числе дома. Никогда не переодевайтесь в спальне. Вещи должны быть убраны. Стены должны быть голыми. Только несколько хороших картин. Но, опять же, представляете себе интерьер начала XX века, набитый большим, конечно, безделушек, драпировок, зеркал. Выбирайте квартиру на размер меньше, чем была у ваших родителей. Ну и там у него много еще всяких рекомендаций. Например, что такой правильный городской жилой дом на одну семью должен быть устроен таким образом, например, чтобы лучшие комнаты находились на верхнем этаже. То есть там, куда традиционно селили прислугу. Корбюзе говорит, нет, делайте прислугу, комнату внизу, потому что наверху вид, вы сами захотите вид. То есть он определяет совершенно новую систему приоритетов в устройстве жилья и связывает это с новым образом жизни. Ну и, как вы поняли из этой фразы про самую большую комнату в квартире, значит, ванную, это то, что он призывает к здоровому образу жизни, потому что в ванной вы не только совершаете гигиенические процедуры, но и делаете гимнастику, естественно. И книга эта, появившись, как я уже упомянула, немедленно стала распространяться, ее начали переводить на разные языки. И вот я хочу обратить ваше внимание, ну, вы видите уже, что у меня на экране, но то, что к архитектуре Корбюзе до сих пор не напечатано на русском языке. Только фрагменты. В таких сборниках мастера артектуры об архитектуре, в книге, которая вышла в 60-е годы, посвященной Корбюзе тоже частично воспроизведен текст, целого издания по-русски нет до сих пор. И мне кажется, что одна из причин этого в том, что с самого начала эту книгу в СССР постарались задвинуть подальше. При огромном уважении Корбюзе, при огромном увлечении Корбюзе советских архитекторов эту книгу постарались не заметить. Почему? Потому что в новой советской теории архитектуры был центральный персонаж Моисей Яковлевич Гинсбург, лидер конструктивистов и на самом деле главный интеллектуал среди архитекторов 20-х годов, который, видимо, еще не зная, что в 23-м году Корбюзе выпустит свою книгу, на основе статей Корбюзе в Испринуво сделал такую компиляцию, дополнил ее своими размышлениями разными. Я сейчас остановлюсь на этой книге подробнее. Но смысл в том, что первая теоретическая книга о новой архитектуре, вышедшая в Советском Союзе, ну, может быть, не считая опубликованного доклада того же Гинсбурга «Ритма в архитектуре», процентов на 50 – это плагиат книги Корбюзе. И Гинсбург, вот он, значит, в предисловии к собственной книге, что тогда не очень было принято, смотрите, что он посчитал нужным обозначить. Основные тезисы настоящей работы были изложены мною 18 мая 1923 года на докладе в Московском архитектурном обществе до того, как издали, вышла книжка Корбюзе. 8 февраля 1924 года содержание уже законченной книги было прочтено мною в Российской академии художественных наук. То есть он пытается установить, ну, если не свой приоритет хронологический, то, по крайней мере, синхронность. И как бы вот заявляет, что я не сам все это придумал. Ну, конечно же, влияние Корбюзе на Гинсбурга было совершенно огромным, и отрицать это невозможно, но все-таки плагиат – это, безусловно, нехорошо, но различие книг довольно большое. И для нашей архитектуры 20-х годов книга Гинсбурга, наверное, была важнее, чем книга Корбюзе. Значит, у нас появились на нее рецензии на книгу Корбюзе. Я все еще продолжаю говорить. Во второй плане 1924 года стали выходить рецензии. Интересно, что одна из них была написана Алексеем Викторовичем Щусевым, то есть архитектором. Вот всегда вот эта загадка, как Щусев, который строил церкви в неорусском стиле, который спроектировал, начал строить еще до революции, а продолжал вплоть до 40-х годов Казанский вокзал, тоже неорусский, каким образом, значит, Щусев вдруг спроектировал здание Наркомзема конструктивистское, поддавшись этой общей моде. И не исключено, что тут он отозвался не на работы своих советских коллег, а это была его реакция именно на книгу Корбюзе с изложением принципов вот этой новой архитектуры, то есть на первый источник. Ну вот книга Гинсбурга, да, вот эту обложку сделал Александр Веснин. И книга Гинсбурга, она отличается от книги Корбюзе гораздо большей долей посвященной истории архитектуры. То есть что значит стиль и эпоха? Какая тема? Тема в том, что каждой эпохе соответствует сам свой стиль. Гинсбург был гораздо лучше образован, чем Корбюзе. Просто гораздо. И он закончил Академию изящных искусств в Милане, где большое внимание уделялось именно истории архитектуры, а потом он еще получил инженерное образование в Рижском политехническом институте, который во время Первой мировой войны был эвакуирован в Москву. Кроме того, Гинсбург хорошо был знаком с трудами историков искусства. То есть он, в отличие от Корбюзе, всерьез интересовался историей искусства. И, в частности, увлекался теорией Генриха Вюльфлина, одного из, собственно, отцов формальной школы искусствознания, который предложил научный метод анализа художественного произведения. И метод этот основан на таких бинарных оппозициях, линейная, живописная, плоская, выпукло-вогнутая, статичная, динамичная и так далее. И сначала Гинсбург показывает, что подобный аппарат можно применить к анализу архитектурного сооружения. То есть делает искусствоведческий анализ архитектурного сооружения независимости от того исторического, какой эпохе оно принадлежит. И уже на этом основании приходит к выводу о том, что сравнивать между собой произведения разных эпох бессмысленно, потому что каждой эпохе присуща своя система требований, что искусство и архитектура эпохи отвечают на вызовы этой эпохи. И очень подробно проанализировав историю архитектуры таким научным образом, вот тут он переходит к тому, с чего начинает Корбезье, что нашему времени нужна совсем другая архитектура. Я думаю, что вы уже прочитали вот эту фразу, которую я здесь хорошо очень писал, и поскольку он писал по-русски, мы можем оценить и его литературный стиль, но все-таки он пользуется во-первых, гегелевской теорией эволюции, развития истории. Потом он говорит, что вот наша эпоха, вот произошла эта вспышка, и поскольку он существует в советском контексте, для него эта вспышка заключается, конечно же, в октябрьской пролетарской революции, новое общество, и вот нам нужен этот новый стиль. И посмотрите, какие он делает картинки, ну, может быть, я у Корбизи вам мало показала картинок, но, в общем, при том, сколько Гинсбург пишет про истории, он почти не дает, вот в отличие от Корбизи, картинок исторических сооружений, он все это иллюстрирует техническими объектами. И он говорит как раз о том, что архитекторы не просто должны вдохновляться тем, что делают инженеры, а архитекторы должны работать в принципе так же, как инженеры. Он определяет достаточно жесткий детерминизм, эпоха диктует стиль, а функция диктует форму. И значит, вот еще говоря про стиль, он употребляет еще такую вот в связи с эволюцией еще, но тоже это очень распространенная привычная метафора о том, что каждый стиль проходит фазы развития, что вот он рождается, достигает зрелости, и потом увядает, значит, скатываясь декаданс. И он говорит о том, что вот началу каждого стиля молодости его свойственна конструктивная четкость, что сначала рождается конструктивная основа стиля, потом происходит его какая-то эстетическая декоративная проработка, а потом декорация начинает перевешивать. И он говорит, вот у нас сначала, значит, мы работаем с конструкцией, да, и вот тут он начинает говорить об этом слое конструктивизм, да, которое потом выльется в архитектуру конструктивизма, которого в этот момент тоже еще нет, на самом деле, есть только проект, скажем, Творца труда независненных. И вот в... сейчас я продолжу, наверное, про книжку, но у Гинсбурга получается другая последовательность, да, чем у Корбезье, который, значит, начал делать журнал, потом сделал книжку, но, естественно, потом продолжал публиковать еще много чего, но, тем не менее, значит, Гинсбург выпускает книжку и начинает издавать журнал, да, вместе там с Александром Весниным, но все-таки главой вот редколлегии был он. И в этом журнале СА «Современная архитектура» он продолжает развивать вот эти теории о том, как должна быть устроена архитектура. И вот сейчас я вам показываю несколько страниц, посвященных критике историзирующей архитектуре и особенно его злил Желтовский и проект Госбанка на Неглинной, а также Рерберг с Телеграфом. И вот этот же журнал в 1928 году в первом номере публикует достаточно подробно знаменитую выставку жилья в Штутгарде, вот этот поселок Вайсенхоф, где были впервые предъявлены в натуре вот так массированно реализованный проект разных типов жилых домов современных. И в том числе два дома были построены Корбезье, и в этом же номере приводятся вот эти пять принципов современной архитектуры Корбезье, которые содержались в книге Корбезье к архитектуре, которые нельзя было сразу вот так показывать. С некоторым запозданием это было сделано, что здание поднято на столбы, что крыша должна трактоваться как солярий и садом, что план должен быть свободным, независящим от расположения несущих конструкций, окна должны быть горизонтальными, ленточными и разворачивать ничем не пересеченные виды, и фасад тоже должен иметь свободную композицию. Ну и вот в этот момент происходит как бы слияние. Вот эта картинка, наверное, вы узнали, это один из двух общих коридоров в доме Наркомфина Гинсбурга, практически совпадает с фотографией коридора на закрытой палубе океанского лайнера, который Корбезье поместил на обложку своей книги.